И всем привет, ребят, с вами Сарбанник, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас игровой видеоролик, который посвящен одному очень интересному дрону, который претерпел очень хорошие изменения. Сегодня мы сделаем полноценный обзор на этот дрон, и это дрон Кемпера. Для него я уже поиграл, ну, наверное, около пяти боев в матчмейкинге. И потестил пару-тройку комбинаций. Пришел к выводу, что ту комбинацию, которую я еще до появления этого дрона после обновления придумал. Придумал комбинацию в виде паладина и зиды с вампиризмом. Она работает, и ее можно очень эффективно и интересно использовать в матчмейкинге. Как вы знаете, дрону Кемпер при полном количестве здоровья сделали плюс 90% брони и плюс 60% дополнительного урона. И это все работает исключительно, если у вас фулл хп. У меня этот дрон чуть не докачан. Через 11 дней он станет фуловый, но вы все, в принципе, сами видите, как это дело работает. И сегодня мы берем вот эту вот замечательную комбинацию паладина и зида. И зида исключительно с вампиризмом. Отправляемся в матчмейкинг и надеемся на то, что нам удастся сегодня очень качественно и грамотно реализовать вот эту вот комбинацию. По режимам я думаю, что сегодня мы сыграем 100% контроль точек. А вот второй режим, не знаю, может быть какой-нибудь регби сыграть или тдм. Но наша задача сегодня просто постараться сделать максимум на этой комбине и надеяться на то, что все будет работать. Наша задача постоянно стараться быть на фулл хп, потому что только на фулл хп у нас есть повышенная дэшка и повышенная дэшка. За счет изиды с вампиризмом вы этой хп себе можете выхиливать и, соответственно, иметь повышенную вот эту вот дэшку, повышенную броню. Но, 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 но при этом всем у нас также есть паладин с овердрайвом которого. Мы также будем хилить себе хп и в моменте иметь повышенную дэшку и повышенную дэшку. Об этом тоже забывать не нужно. Также при фулл хп у нас укороченный тайминг на кулдаун аптеки и вроде даже мины, но это уже как дополнительный бонус. Также нужно не забывать, что с этим дроном у вас не хавается какая-то дополнительная расходка, да, например, как с защитником, как с бустером, ну и, конечно же, как с кризисом. Многие скажут, что дэшка повышенная здесь особо не нужна и ничем не помогает и я с этим был бы согласен с вами. Потому что, когда только вышел этот кемпер еще в анонсе, когда я смотрел, я думал, типа, ну, а в чем прикол вот этой вот повышенной дэшки, да, то есть, какой плюс от нее. Если, как только тебе сносит хп, у тебя дэшка спадает повышенная, но, если, например, в этот тайминг, когда у вас фулл хп и вам залетает какая-нибудь жесткая плюшка, ну, от того же там шафта, вот, который против стоит, да, у меня будет фулл хп, у меня будет повышенная броня. И он по этой повышенной броне 90%, то есть, грубо говоря, у меня двойная броня, как это было когда-то с защитником, да, если я не ошибаюсь, вроде она была когда-то изначально у нас двойная. Он мне сможет нанести, ну, там, ну, порядка где-то двух с копейками тысяч, да, а без этой повышенной брони он сможет меня ваншотнуть, да, то есть, это отличный сейв, можно так сказать, отличный сейв, и за счет этого сейва я вытяну какой-то дополнительный тайминг. Ну, и, наверное, все, наверное, все, что я хотел сказать, я уже сказал, остается нам только стараться реализовывать нашу комбину, стараться делать максимум. Единственное из минусов, что я уже заметил, играя даже на стриме, это то, что есть тайминг, как, например, сейчас, когда у тебя нет вообще никакой расходки, да, если на ДА, на защитники и на бустере, у тебя при любом раскладе хоть какая-то расходка будет в тайминге, то здесь бывает такое, что у тебя расходки этой нету, но сама задумка разработчиков с этим дроном мне понятна и интересно, интересно, да, то есть, есть возможность реализации, и этот дрон в будущем, я уверен, что вот на подобных таких сочетаниях, если у нас, конечно, паладина и изиду не занерфят, будет работать и работать эффективно. Также пробовал поиграть с кемпером на страйкере и пришел к выводу, что бустер намного лучше, чем кемпер, да, то есть, там очень часто уходит хп, а восполнить их кроме аптеки у тебя нет никакой возможности. А играть на максимальном севе на дикострайкере, ну, это тоже не самый правильный вариант, и, соответственно, у вас не получается грамотно и качественно на полную катушку реализовать свою комбину. Поэтому я пришел к выводу, что лучше уж остановиться на бустере, остановиться на кризисе со страйкером. А вот что касаемо паладина и изиды, то здесь это работает, и у меня уже 19 на 4 счет. Супер, бомба, вообще классно. Две минуты, правда, у нас до конца. Досрочки, скорее всего, у нас в этом бою не будет. Так, у меня есть овердрайв, который я уже успешно начинаю использовать, ну, и вы видите, да, то есть, как только у меня флхп остановится, у меня сразу повышенная дашка, повышенная ддшка. Противники только что-то убегают от меня, не хотят подставляться. Ну, ладно, мы точку заберем. Пусть он не подставляется, я сейчас потихо и пойду риску и почищу, которые там стоят. Паваем одного, паваем другого бойца. Ну, и опять у меня, правда, кулдаун расходки. Это, конечно, такое сен. Еще очков у нас у первого. Я не знаю, сколько было там у пацанов, когда я запикался, но вы можете, в принципе, сами посмотреть на видосе. Сколько у кого было очков, когда я запикивался в эту каточку. Но главное, что мы ведем, главное, что мы выигрываем. И я думаю, что в связи с тем, что мы запикались уже в начатую катку, было бы неплохо, наверное, сыграть еще одну цепашку. Еще одну цепашку, потому что, ну, как по мне, паладин и зида, цепэ, это, ну, один из самых лучших форматов. Да, то есть, там, ни регби, ни захваты флага так сильно не смогут показать. И там, ну, потяжелее, я бы сказал, реализовать все-таки эту комбинацию. Здесь она работает очень хорошо, рамот. И, ну, можно дать, я думаю, что большее количество очков. 46 на 30 мы уже ведем, и все пахнет на срочечкой красивой. Ну, и, слава богу, сейчас быстро закончим, и пойдем еще одну каточку, такую же пикнем. Посмотрим, что у нас будет там получаться. Победа есть. Так, сколько я заработал? За 580 еще 26 килов. Ничего себе, 26 килов так быстро дал. Супер, 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 супер. То есть, для меня это дрон, да, для меня это дрон. Ну, вот если вам так сказать, по секрету, да, если у меня вот есть в гараже Кризис, который, на котором я сейчас играю, наверное, уже 90% всех боев. Кемпер это тот дрон, на котором я бы 100% играл бы, если бы у меня не было бы большого количества расходки. То есть, если бы, например, у меня сейчас бы цифры были бы там не 440 тысяч ддшек, а ддшек было бы там 10 тысяч, да, и я понимал бы, что так, если я сейчас буду играть на Кризисе, то моя расходка закончится, например, через неделю, а скидки будут там только через месяц, да, и расходки у меня не будет. Соответственно, я бы уже бы не играл бы на Кризисе, я бы взял бы себе дрона вот этого замечательного кемпера, взял бы вот эту замечательную комбинацию, и на ней бы уже бы успешно потихонечку давал бы киллы, давал бы очки и старался реализовывать его. Ну, либо же пробовал играть на том же там бустере, на том же защитнике, хотя что бустер, что защитник, дополнительные припасы хавают, поэтому, ну, бустер, наверное, я бы и не реализовывал, если бы у меня 10 тысяч ддшек было бы. Не знаю даже. Но этот дрон, на первый взгляд, на первый взгляд, и вот эта комбинация, при том, что эта комбинация родилась очень нестандартно, да, то есть, наверное, одна из первых комбинаций, которую я сумел спрогнозировать чисто в теории, чисто в теории, то есть в четверг вечером на стриме до выхода обновления, обновление, как вы знаете, у нас выходит по пятницам, до выхода полноценного обновления в игре, я просто начал прикидывать, на чем может работать кемпер, посмотреть, посмотря его характеристики, то, что он будет иметь, и пришел к выводу, что паладина и зида с вампиризмом может очень неплохо подойти, и на ней можно будет реализовывать хорошо эту комбинацию. Но, как вы видите сами, не так уж много времени вы имеете эту повышенную ДДшку и повышенную ДАшку, потому что ХП у вас постоянно уезжает, но, например, когда вы используете овердрайв паладина, то тут уже очень и очень часто у вас присутствует Full ХП, а если у вас присутствует Full ХП, то у вас эта ДАшка и ДДшка повышенная, соответственно, и есть. И помимо того, что у вас на противника накладывается почти на каждого подавление, пусть плюс пробитие, если у них, например, нет иммунитета, так еще у вас есть и ДАшка и ДДшка повышенная. То есть, в этом плане очень круто, очень интересно, но нужно понимать, что все будет работать только при том раскладе, если у вас будет Full ХП. 19 на 5 мы ведем. Карта, наверное, ну не скажешь, что идеально подходящая для этой комбинации, да, все-таки, ну, ОСА не самая маленькая, будем честны, не самая маленькая карта, но, наверное, даже лучше попробовать покататься чуть больше по респу противника. Но, также нужно не забывать, что если вы катаете по респу противника, то что у нас целых 6 секунд, 6 секунд работает респ. И вот этот вот замечательный нулевой урон моментами не дает вам реализовывать давление на вражеский респ. Да, и, ну, когда ты просто залетаешь, да, и получаешь больше половины хп за счет того, что ты наносишь по противнику нулевой урон, а он тебя просто срубает, после этого уже как-то, ну, не особо хочется ездить на эти вражеские респы, согласитесь. Все-таки я уже устал, конечно, говорить об этом, но 6 секунд это очень и очень много для респа. Я не знаю, есть ли планы у разработчиков это дело менять, но 6 секунд, как по мне, это очень-очень много, очень много. Так, ладно, все, давайте концентрируемся на игре, а то я что-то как-то болтаю-болтаю, мы сейчас катку еще начнем проигрывать, и вообще будет габела полная. Так, овердрайв, овердрайв падает на центре. Давайте-давайте-давайте, ясно понял, попал под дым. Попал под дымочек, меня чуть-чуть зарубили по-быстрому. Так, лучше с ддшки начну, чтобы хпшку я хотел сказать вылечить, но хпшка не вылечится, если противник просто умирает, соответственно, хаваем вот этого пассажира. Пошу, рекордрайв появляется. Еще, по идее, могу сейчас овер постоянно нажать, ничего страшного, у нас еще 10 минут катки. А вот под конец этого боя, под конец этого боя, обязательно надо, чтобы у меня овердрайв был, и там надо будет чуть, если что, даже подсейвить тайминг, чтобы все это дело было. Так, вот этот вот замечательный человек. Ой, хорошо, что у меня паладин был сейчас с иммунитетами, а то так бы он меня сейчас отключил всю расходку. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесткие мины. Стараемся вот этого быстро схавать. Хорошо. Дэшечка повышенная срабатывает, броня повышенная есть. Сейчас надо просто схавать кого-нибудь по Шурику, пока у меня повышенные эффекты имеются. Оп-оп, одного сожрал. Так, овердрайв хорош, красавец, лучший. И у нас четыре точки под контролем. Неплохо. Так, пробуем вот этого схавать. Быстренько, быстренько, быстренько. Хорошо. Одного схавал, второго схавал. Да, то есть вы в моменте, даже вот если не смотрите особо на расходку, то вы посмотрите за тем, как урон у нас идет по оппоненту. Да, то есть там бывает, эти на экране не показываются над танком эффекты повышенного уровня и повышенной ДДшки, потому что ХП постоянно то восстанавливается до фула, то она уходит от фула. Но, но, если просто смотреть на урон, который вы наносите по оппоненту, то там отчетливо видно, когда у вас есть повышенная ДДшка, когда у вас ее нету. И в моменте это, конечно, очень круто и эффективно работает. И я, к слову, этому моментику очень-очень даже рад. И рад тому, если он работает подольше, а не мне быстро наносят какой-то урон и у меня нету повышенной ДДшки и ДАшки. Ну, на поладенце сейчас что-то как-то очень быстро овердрайв начал копиться, не знаю. За счет, наверное, того, что очки хорошо идут. Либо, может, там что-то подфиксили. И овердрайва накопления стало меньше по времени. Мне казалось, что он как-то долго копится. Сейчас что-то смотрю, он уже два овера прожал буквально там за две минуты. Это очень и очень хорошо. Так, по точкам у нас практически всегда три точки на контроле имеются. Когда у нас три точки на контроле есть, это похоже на то, что мы выиграем эту катку. Ну, вот, например, первое место у нас у это, паладина Тесла с адреналином. И он играет на кризисе. Комбинацию, которую я использовал, ну, конечно, не адреналин, но комбинацию, которую я использовал на Джаггернаути. На Джаггернаути эта комбинация работала очень эффективно. Правда, у меня была электропушка вместо адреналина по устройству на на саму пушечку. Но адреналин тоже неплохо. Ну и вот, например, паладина Тесла с кризисом 750 у меня на кемпере 625. При этом он за катку потратил где-то около 150 расходников каждого эквивалента. А я потратил, ну, наверное, где-нибудь 25, может, 30, там, плюс-минус, да, то есть, ну, разница очень большая. Да, то есть, если вы следите за такими цифрами и стараетесь, например, экономить свою расходку, то разница будет очень и очень сильная, но при этом по очкам, да, то есть, вы видите, что не все так уж и преимущество у кризиса, при том, при том, что он играет на Тесле, на Тесле, Тесла на такой карте, ну, может быть, намного интереснее, чем Изида все-таки. Так, ну что, будет у нас досрочка в этом бою или не будет? 42 на 28 мы ведем. 42 на 28, овердрайв у меня есть, давайте я его прожму. Хорошо, одного срубили. Быстренько второго срубили. Так, сейчас мы по третьему сразу тоже урончик подкидаем. Вот, неплохо вообще его столкнуть отсюда. Изида, я так понимаю, тоже у него с вами перизвом. По резисту, конечно, очень тяжко бьется. Очень много надо кидать урону. Держит позиции свои неплохо. Так, вот чуть-чуть до фула хп у меня не хватило и повышенной дэшки с дэшкой не было. Так, дэшку повышенную организовываем себе. Ну и, похоже, все идет к тому, что у нас будет очередная досрочка. 32 кила я набил за 10 минут. Наверное, по киллам не такие прям безумные большие цифры. В связи с тем, что карта не самая идеальная. но пойдет, 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 пойдет. Почему нет? Почему нет? Я думаю, что хорошо. Я бы, наверное, сыграл бы еще один бой, но если мы пойдем еще один бой, то видос будет у нас больше 30 минут. Я думаю, что это очень и очень будет много. Мы, в принципе, сыграли два боя, два боя с досрочкой и всю механику и принцип работы этой комбинации, я думаю, что вы увидели. Вы увидели, как это работает. Вы должны, в принципе, понимать, что у нас будет дальше с этой комбиной и, возможно, для кого-то из вас она покажется интересной. Вы попробуете тоже, протестируете и уже дальше примите для себя сами решения. Играть вам с ней, не играть вам с ней. Возможно, на какие-то определенные бои, на маленьких картах оно будет даже смотреться лучше всяких там кризисов, прочих бустеров и защитников. Я же, в свою очередь, думаю, что, если не буду лениться, то буду использовать эту комбинацию на маленьких картах, где паладина и Зида очень конкурентно способна и можно на ней там будет уже набирать хорошее количество очков. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Также интересно мнение тех ребят, которые имеют уже этот дрон и сами протестировали его. Да, понравился вам он, не понравился. пишите те ребята, которые просто посмотрели видос. Что вы думаете по этому поводу? Интересно такая вот комбинация. Лучшей комбинации я не нашел, честно. Не нашел. Я старался смотреть, пробовал даже тот же страйкер, но это все не то. Вот эта комбинация, где у тебя есть повышенный шанс того, что у тебя будет фулл хп, и за счет этого фулл хп, ты уже можешь иметь повышенную дэшку, повышенную дэшку на первый урон. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь друзья обязательно на канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и также друзья не забывайте о том, что у нас сейчас в игре проходит розыгрыш от меня, для тех ребят, кто можно так сказать подписан, имеет имеет ну наверное имеет имеет мой тег создателя контента, то есть если у вас вот здесь написан текущий тег темпе, здесь вы его можете выбрать, если у вас например он не стоит, вот так вот выбирайте его, и непосредственно если вы производите какую-то покупку в магазине за реальные деньги, например вы покупаете танкоины, например вы покупаете премочку, дальше отправляетесь в описании к этому видеоролику отправляете вернее не отправляете а заполняете форму и участвуете в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на одну тысячку coinbox все это дело будет уже относительно скоро разыграно поэтому если вам это интересно то обязательно тоже принимайте участь но у меня друзья на этом все спасибо всем кто досмотрел до этого например момента можете тоже там в комментариях написать что вы смотрите до конца видосы будет тоже интересно посмотреть сколько таких ребят у меня на этом все всем спасибо всем удачи и всем пока